Сибирская экспедиция Там нашли такой особый тип человека Уже не гомонкулеса, а действительно человека Хотя от него нашли только небольшие части По выводам генетиков Этот человек обладал врожденными способностями Жить на очень большой высоте Ну, казалось бы, что особенного Но вы знаете, что легенда о том, что какие-то очень древние люди Живут на большой высоте Они очень широко распространены И тем очень увлекался наш Поршнев У него было много публикаций на это Как сейчас выясняется, все-таки недостаточно внимания Тогда уделили именно его предположение Открытие прошлого года состоит в том Что, по-видимому, жители Тибета С точки зрения структуры тела Генетики Прямые потомки Людей, скрещенных Вот с этими нашими Алтайцами То есть в Тибете, как и на древнем Алтаре Способность жить на очень большой высоте Была унаследована Это потому, связано с тем, что вы говорите Что совершенно очевидно, что Такой ритуал имеет особое значение Для тех, кто находится практически почти на небе Причем они почти на небе для тех, кто живет внизу А как бы это символизируется возможностью Такого вот расцветания себя на небо И, конечно, связано с другой проблемой Которой я касался в связи с мифологией Потом поляки этого касались Это вопрос о том, что небо само каменное Если небо каменное То это может иметь значение и по поводу смерти и камня Потому что камень может быть тем, что нас связывает с небом То есть, иначе говоря, камень нас связывает с концом нашей здешней жизни Которая не на камнях происходит Которая не на камень Продолжение следует...